и скиловый попадаешься с дебилами мать проститутка а у тебя мама жива здорово ты не один ну что дедушка все хорошо ставим члены дисклеймер если вдруг вам действительно лень слушать предисловие по поводу того как раскачиваться что покупать и прочую информацию то тайм-код будет в описании просто кликните вы перейдете сразу же к игре не рекомендуется для тех кто не умеет играть на чене привет ребят сегодня буду играть на чене но тут не некое предисловие мне очень часто давно уже просили записать чена говорили что герой сильный все такое я долго на это не решался потому что во первых это саппорт во вторых это сложный саппорт в третьих я думал что это пор не для низкого рейтинга я сыграл вчера четыре игры на нем и сегодня получается 6 вчера я познакомился с поляком у него топ 700 и ранг сейчас можно даже уже больше у него значение 70 процентов in rate когда 9 за 70 чем-то игр 8 у меня в группе есть пост про чена можете зайти посмотреть ссылочка есть в описании в общем я должен взять это предисловие потому что если я просто начну играть и начну типа говорить вам вам нужно делать это 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 то я скорее что-то забуду сейчас у меня есть некоторый план по которым я хочу объяснить вам кем как что делать куда брать куда идти и прочее и что-то облегчить вам старт перед запуском игры вам обязательно если вы не умеете играть на чене или делать какие-то серьезные вещи обязательно уже послушать эти 5-10 минут про чена чтобы понять его суть вообще зачем я выберу и почему у меня 6 винстрик и все игры я примерно вот так отыгрывают типа почему у меня так почему почему я вот эта игра например так отыграл прошлая игра победа как я играл 12-7 вот эта игра победа 9-2 32 почему я так отыграл во первых у меня было яму задавал около 13 вопросов даже больше на каждый из них поляк ответил у него там вроде 1000 игр значения огромный винрейт в общем вопрос я буду озвучивать и отвечать на них сам насчет стартовый закуп у нас будет хадреско сто процентов адреско плюс фарифайр а я не спасил почему хадреско первым айтемом на что он мне ответил что хадреско позволяет нам размениваться хп и не тратит ангусы то есть мы берем адреско и просто размениваемся а если вдруг у нас мало хп то она сама зарегенится течение следующих секунд 30 третий скилл плюс адреско это всеми 2 или 82 регена в секунду если нам начал быть фарифайр то в нужный момент мы зарегеним фарифайр плюс процент увеличенный от третьего скилла от регена с первых денег мы выбираем себе либо мы делаем обычную медальку если на линии возможность не убивать либо мы делаем сапог если нужно жить либо делаем стик если кто-то спамят кнопки ну как правило дело медальку одна очень важная механика курицу можно суммонить я это вчера узнал впервые за миллион лет доты курицу можно суммонить третьим скиллом на старте когда вы хотите купить хадреско вы покупаете ее и потом идете на линию 30 золота вас капает вы покупаете блайтстоун на медальку то есть тему которая снижает армор и суммонить себе курицу говорящую тиммейту оффлейнеру что вам нужно брать его шмотки тоже в курицу он возьмет и вы курицу к себе на линию суммоните только нужно помнить что она суммонится это чуть-чуть отойдет с базы на базе на неизвимы на нее кнопкой нажать нельзя на стойте немножко дайте и можно зареколить не знаю почему так работает раньше я начинал третий скилл то есть вот срут чем у него я раньше максим 3 скилл потом убрали урон там все поменяли поменяли в общем сейчас максится второй скилл потом принесите третий а на первом лавре берется диван фермер для того чтобы союзник увеличить реген поэтому максим второй ну раскачку я покажу во время игры я сейчас нажму поиск и увидим я точно тюрьму выиграю разнесу в салатину и покажу вам как тащить на нем самая мощная вещь начения это я его не спросил что сам третий вопрос что самое мощное начение сейчас на что он ответил что одно из самых мощных оружий на сегодняшний день это куча кентавров то есть кентавры урсы на минус армор на минус магический урон извиняюсь 5 кентавров дают в районе там 60 процентов magic резиста в сумме у вас будет там вместе с худными различными т.д. в общем вас будет тяжело убить думаю уже можно начинать поиск потому что на стадии пик я уже договорил мне так примерно был на этот расчет вот первом этом мы делаем доминатор дабы тоже приучить бонусного крипа это как правило либо волк либо тролли для того чтобы догонять сеткой волк чтобы не сдох просто он просто жирнее будет либо это в лейте уже кентавр который обычный ну либо урса красных больше урона у маленьких это нужно помнить самый сильный крип на первом на воле у нас то есть на втором на воле на 1 0 прокачивая скилла это либо это берется либо на легком либо на среднем споте за вам рассказал на легком споте это либо белый крип который замедляет у него 47 урона это очень много потому что там еще будет баф просто героя с вторым скиллом либо это гарпия гарпия топ-1 на первом довале она очень много урона носят харасси от против невозможно стоять на линию потом по приоритету уже идет крипс моноберном то есть синенький крип кушать хорошие спасибо потом четвертый крип идет по качеству это уже голем но за големом как правило далеко идти поэтому и тремя крипами руководствуемся на третьем левеле героя мы берем в двойку второй скилл второй скилл двойку позволяет нам брать кентавров волков и урс красных эти три крипа позволяют нам знаменировать линию еще сильнее то есть на первом левеле мы деремся тычками на втором левеле мы беремся либо легким крипом из испота либо этим моноберновым крипом на третьем левеле мы берем жирных крипов иди урса кентавра либо волка либо голема на линии мы как я уже сказал покоя тверденек хедресочку себе дабы регениться записывайте на счет низкого рейтинга записывать облачно 3 тысячи я сыграл уже 10 игр и на четыре четыре игры на 4 и шесть игр на три ни одной игры еще не проиграл ночи ни одной все игры забанится не 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 в общем немножко не получилось у меня сыграть прошлую игру ночи не потому что его забанили просто я просто забанили я решил взять рубика хорошо хорошая красивая игра была записал ее было бы круто два раза голема украл кучу раз теника воровал тоса хук пуджа воровал вертолет с улицы воровал очень на первом левеле покупаем хедреску и файри файер 4 денег вот у нас будет хороший леген плюс возможность на весь себе здоровье кликом повышенным потом мы на линии привозим себе как он называет на минус армор блэйдстоун причем привозим его не просто так типа там через всю карту курицу везем а мы берем курицу вкладываем ее шмотку просим союзника вложить шмотку а потом реколим к себе третьим скиллом курицу на курица вышла с базы тогда у нее пропадет неуязвимость это не можно будет убить вот значит дальше потом мы убираем если ноль героев которые конкретно нашего героя то сто процентов доминатор если искать мг тоже может быть доминатор то есть доминатор очень мастхэп он дает приятную ауру скорости атаки аура хедрески плюс сам по себе дает все статы каких какие-никакие ну доминатор нормой то есть многие думают что доминатор на чем аюзлос доминатор доминатор предметы доминатор просто почитайте сколько он дает он дает скорость атаки вокруг героя он дает во всем атрибутом 2 мало но прикольно он дает то восстановление здоровья повышенную в общем доминатор нормик плюс хедреска доминатора их адрес комики стакается приятно очень в общем дальше если игра будет без аппарата я куплю точно мекку если с аппаратом то я куплю грижную медальку если много физ дпс я покупаю crimson плюс solar если немного физ дпс я покупаю себе пайп плюс беру кучу кентавров если урон смешанный вот как сейчас там и магия физ то я по дефолту куплю мекку то есть там миллион сборок я рекомендую потестить потому что вот я играю сейчас значение 3000 я не стан не исполняю что-то гениальное просто жму на него кнопки и знаю его сильные стороны вы можете делать то же самое я понимаю что это скорее всего не наберет миллионы просмотров и он не будет нравиться большинству людей моего канала потому что герой сложный но это видос локальный для тех кто давно просит чена если вдруг вы реально любите чена то видос ему для вас остальным ссоре самый страшный который пик и чена те кто быстро убивает юнитов типа гирокоптер свен бремастер но каждый раз к против вас есть какой-то герой его реально либо законтрить либо радоваться что он взял героя чтобы контрить вас к примеру очень часто берли люди берут героя на линии гирокоптера думаете вот сейчас я пойду на и буду убивать юнитов чена нет вы просто берете сильных крипов и душите его на линии на старте он не может убить ваших крипов поэтому душите перри конечно конкурент бэкбэки там рапир кида будет тяжело но к моменту вас уже любительные шмотки которые вас бафну сделают вас сильней нашей ситуации это против там была медуза против медузы я просто возьму станы и буду до нее добираться мы замедлять и так я против точно куплю solar кидая solar на медуза она вообще не коса типа у немедленнее мс она и так медленно еще медленнее будет у нее будет очень медленные тычки то есть норм с первого сразу же качаемся и третий скилл потому что благодаря третьему скиллу мы будем уверены регенит наших союзников то есть он увеличивает усиление лечения 8 процентов плюс адрес к адрес к тоже хелли бедет верка линия будет легкая ну закупник аж поражный это короткая сборка то есть тут ничего не такого насчет медаса медаса я пробовал покупала в играх когда бывает вас по любому тигра когда вы пойдете на линию из вас будет ребята скажут мне я хочу фармить возьмет спектру и будет фармить лесу ради не переживайте не нужно идти ломиться башкой биться об хайграунд фидит лишний раз это не для нас команда не хочет пушить мы даже если они раздохли там скажем ну типа пошли пушить все что-то развернулись убежали нас что-то успели догнать убить не горите не байбекайтесь просто возьмите ставите фигбами до без слов просто информировать и медас в этой игре медас форме не буду я сначала покупаю блайтстоун потом я покупаю сейдж маск а потом уже покупаю тему на армор почему так эта тема покупается только на базе эта тема покупать только на базе купив блайтона базе я привожу его си третьим скиллом с базы к себе тем самым я буду сильно на регеница регеница плюс носить урон бойцов очевидно скрипом потом я довожу себе сейдж маск чтобы на линии стоять легенец просто ману мне не нужны никакие clarity будет. У нас есть хп, есть мана. Потом я довожу себе, покупаю себе чейнмейл. Благодаря чейнмейну у меня тут, вот именно тут собирается медалька. Не придется вести лишний раз курицей. Надоели эти паузы, они на протяжении уже недели. Они на протяжении недели уже постоянные, прям бесконечные паузы в каждой игре. У меня были тяжелые игры на чейнмейл, где я на старте заходил, меня душили все команды, мне было трудно. То есть, к примеру, вот это. Я бегу, я хорошо стою в линию, но меня душат. СМК его морозит крипов, Тимбер бегает за мной, пилит. Шейкер только в меня ультует, пытается меня контрить. Но собрав 4 кентавра плюс 5 с доминатором, маленьких кентавра, шейкер ультой даже не убьет крипов. Спойлер. Потому, ну, типа, не бойтесь ультой шейкера, я только рад играть в шейкер. Тут, по сути, массовый урон, магия, магия плюс медуза, физ, дпс и все. Остальные герои такие себе, то есть, ну, бояться их нет смысла. Оставлю паузу, потому что в эрке все еще нет. Не знаю, чем всех вылетает. Бесконечные паузы. В общем, тайм-код на старт игры, я думаю, будет в описании. Я просто запишу, потому что многие не захотят. Многие хотят, знаете, не учиться ночью играть, а просто перед сном пиздеж послушать и спать лечь. Окей. Так и сделаю. Оставлю тайм-код. Вот, медалька у нас будет сделана вот так вот. После медальки сразу же делаем либо сапог, либо доминатор. Посмотрим по ситуации. Поехали. Ну, вот, как мы на первом новеле качаем ешку, и сразу же сообщаем тиммейту, что сейчас слушайте внимательно. Ну, он еще подойдет. Наверки, пойдем тут по хпп размениваемся. У меня хедреска и третий скилл. Надо же сообщить союзнику, что у вас хедреска и третий скилл, тем самым у вас огромный... Ну, видите, у меня 7,2 регена. На цельке сейчас 1,8. Ну, все, все, прям шиз попался. Ну, все, пойдем со мной. Пойдем со мной. Подеремся с ними. У нас легендно огромный, как хедреска. Просто потыкаемся с ними. Хорошо, что меня знает. Ну, отчасти хорошо, отчасти плохо. Плохо, потому что не будет реалий в соломер игре. А с другой стороны, типа, ну, мы будем делать все как нужно. Ну, как минимум будем пытаться так делать. Если я откидаю, то мы под ядом драться не хотим. А так просто хп потратиться можно. Вот, под очку его просто. Под ядом драться не нужно. Просто не получай точки. Может, ешку даже нажать. Прокачай эту хуйню, мы будем драться. Может, он разводит. Подойдет? Вот, не все, он делает так, как нужно. Он сейчас мог убить дознанные со мной. Бей дознанный, не бегай, мужик, не бегай, давай. Бегай из кого-то. Прокачай вендран и бей их. Вот, крат. Я да нет, там, долгий кд. Вивер, вивер, побежал, побежал. Нога, 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 аккуратненько. Хотя можно убить, наверное. Вот, за счет тычек мы просто заменялись и делали два килла. Причем, ничего не предвещало виды, он просто идет драться. Ну, окей. Так, есть счет наверки. Наверки вложи в курицу, стик, веточку и танго. Вот, показываю. Вложи в курицу шмотки свинь вверх. Давай-давай-давай. Тебе курицу оставляем. Показывай, ребят, она останавливается. Мы берем, ставим, и она к нам прилетает. Такой-то обуз. Сейчас же нажимаю на вверху. Мужица с мотками стоим на линии. Такой-то обуз. Тычкуй по возможности. У нас реген намного больше, мы лучше разминиваемся. За счет подряд. Вот эта хуйня. У них танго быстрее кончится намного. Да, он не я. Драться с дедальника добить обязательно. Сойдет. На линии тут будет спамить даза, я стики куплю. Но в основном я бы не хотел покупать стики, я бы тут быстрый доминатор сделал. Блин, фастерый. До второго левела просто на линии печкуемся, потом идем чекать споты. Сначала чекаем этот спот, в надежде, что там будет какой-то крип на уровне либо белый замораживающий, либо гарпидер-дермодел. Гарпидер-дермодел, выигрывает линию, сразу же ее приручает. Ну, если не нафиг. Нормально. Я думаю, не обновит. У нас реген выше, видите, то есть за счет подряд, с кем мы стоим и мы все регенимся. Это очень круто. Плюс там гусики регенят моего друга. Пытается, он запилюет змейку, у меня все обработано. Ухромновля будем прошивать, вот трипа приручу. Дашь мне один тангосик. Не даст, ну ладно, где закреплено. Так, соух на этом левле не приручаетесь, как вы можете заметить. А вот тут плохие крепы. Если вы идете, тут плохие крепы, вы можете либо статкнуть этот спот, но я вижу, что мне помешало, а он не стал мешать, ну ладно. Либо чек, не может быть, тут големы. Либо маленькие затирчики. Големы приручаются. С големой можно сделать лайфхак, подождать, пока появится новый голем, приручить и закинуть три камешка в ебасосинку. Так, он пошел, голем развалится и будет не камешка. А потом еще можно линейкой обручить и еще дозакинуть. Я сейчас к двумя големами приду, и мы разъявим с тремя. В медузку, не тратить кнопки. Либо доза сейчас саму ебу. Големчик это имбл. Он за пулей терешел. Там этот вообще без маны, может, и люди призываются их. Маны вообще по нулям. Показывай, ребята, сейчас приручаем крипа. Голем разваливается. Как можно, мы можем даже его убить. Такая вот красота. Убиваем? Ну, есть сик, у меня есть фарифайр, потому что я особо боюсь. Маны нет у него, маны нет. Я крипов много брал, но не у него крипов. Я их отвел, типа, но ты осторожней. У нас крипов еще под башню будет. Ну все, я крипов отвел, у них под башней не будет. Медуз очень много вебу. Ну, очень важно микроконтроли, там, герои. За плохими критерами еще не получится. Сто процентов. Видели, да, как много сделали? Просто дерьма на линии происходит страшно. Спот спахнули. Не буду пули. Крипа подальше. А ты то, что дозвучка не получилось, дуна его? Потом я приручу в моноберн крипа. Это топ-3 по мощности, если вы помните, я вам в этом рассказывал. Вот, это синенький моноберн крипа. Скачай сетку на пятом. Елочек, вот, и хотя не надо, не надо, бухуй. Я тоже могу включать на пермоле прокачки этого скила. Оказалось, мне только что спиной кидал ховер-шот. Воруем хпу просто, это нормальная тема для чена, ворвать хпу. Потому что, ну, мы создали такую возможность, чтобы он в полустве экспилса. Веду же теряет огромный пачку хипов. Берем в зоих от скилл, теперь появляется возможность взять кентавров, урс, волков, и все, да. Кентавр, урс и волки. Троли, кто там уже может быть? Веду точно много потеряла. Берню ману немножко. Вот, кентавр. Урс, конечно, приятель, но все же. Не-не-не, спасибо, не будешь на поле сегодня. Третий левел, третий левел. У нас третий, четвертый, почти пятый. Дазл тп нажал. Можно убить минуту с тобой, замедлишь я? Замедлишь минуту, пойдем. Подожди, я центр принесу, а все на меня агрессивили. Бля, нога аккуратная. О, ебать, окрывал. Бывает. А, ну, не хрен. Крас. Ну, дорога забрать, брон. Я схожу, наверное, я схожу. Так, берем курицу, как я говорил. И в курицу потом кладем смотки и с ней суммоним, когда-нибудь. Броли, я застрял. Бля, кто забрал? Бля, кто забрал? Бля, кто забрал. К себе юнита приколю. Бролио. 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 Манус ворвали. Ну, даст козел, козелин. не страшно забери мою маску в базу дорогие толпы пов увеличен урона благодаря трански лопаста не хочу медальку места вообще профит выкопить добыл прочитать даже . не собирался убивать я просто пробиваю потому что я фадреску или нет фадрески не устраивает дальника ой не менее стоит ланки навалить не я это проблема но главную начиниться хорошо встретила им вот мы сделали 4 кило на линию на супруга как сильнейший калинин для к штаммру на дали но как отдали не смогли давать мы за это медуза убили 3 ты на старте не супер сильно вот эти маленькие они потом выйти будут хорошим сейчас пока не не очень значит отправлена база перегенится сам схожу чуть погас как на формуле чем угодно приучить мне двойку там нету не кентавров ничего я стакнуть споты подожду надежда что что-то хорошее появится пока что ты пригодится потому за реку литерский облуд и остатки верка стала полученством тоже приятно нас очень много на самом деле лишь я слишком много варка отдаем это минус для меня до раскачки идет через макс на 2 запретите берется 1 и по к себе реколю это попросительный клипы данной ситуации вот еще норме и вере неверно миссии так сойдет вот смотрите вообще нищим я подхожу можем сейчас последующий пачка крипов медузы подписи замедлишь на медузку или дазла лучше не замедлили нормально давайте пачка крипов подавим я хочу подраться машин драма возле для забылся против верный за покупать не забылся против верный запах доминатор не 4 мы 1 убили нельзя против верно покупать доминатор это главная ошибка я забыл про это мне говорил об этом мой дорогой поляк потому что доминатор позволяет делает скорость таки выше из-за этого штеммейте сильнее бьют друг друга поэтому против верно нужно покупать быстрый solar вешать на того в кого ультуют хоть и мяку нужно чеку и поищем накручать это мой тиммейт парни это мой тиммейт одна команде сейчас играть можно покупать может конечно я просто все на центре китра не альфа вульф перегенился почти можно уже пойти дальше так что я не хочу уходить стопа приколик себе юнитов сам нажимает это сначала сделай баклер посмотрим это рядом начала когда им 3 потом тапешку есть тапешка для четыре секунды том 3 не получится то что задержка 6 за может быть получится но видел как и получалось когда третьем то появилось можно снова часть вульту разъебать смотри какой ты можешь просто льтануть же я за рано и за рано все может включить побольше буквально базовый понимать что у вас и все юниты есть второстепенные надо что ты виндраном этого человек замедлил я дам ему станчик у него нет еще ульты ты медуза я дам все мы разделимся и убьем она тоже без ульты к 100 ману у него мало я хлебов подержу убью их это нету бля это первыми брать ее тычка повышенность полученную скорость не надо слишком дохуя их тут не уверен что это правильно теперь пробуй нажми нажми теперь прям щас уже поздно жалом ищем это дары у нас вся команда это space обожает space сложнее важнее всего мне нужно жирные крипы чтобы танчивать урон это кентавры это тролли это сатиры это урсы самые жирные такие мощные крипы поэтому будем на них еще сыграться первые жирные крипы значит нагло команде есть которые все отлично парни месяц есть ульт значение если вдруг что-то важно включить я могу не заметить что за сатири а а именно так до последнего втачил урон остановил их чтобы мы как и нажал палку еще чуть-чуть мне крипа потерял но это стоит доехала но как я говорил далеко у нас разговор простой можем сделать так поток на курицу изнешь скажи я к нам за реколю на между мы наберут против медузы можно брать просто гореть ману драки но куда профит не держать на месте приколем и бежим куча быстрее нам это особо ничего не стоит приятно но сейчас внешне башни ломается мне очень много об этом тоже помните если у вас хороший старту даже ломать все внешние вышки просвете давить ущущая кстати с тобой не играл был знакомый да наверное еще голос на разнакомыми ты вчера играл начиня да ну другом аккаунте на 4000 еще пути есть для ультой нет клипами не страшно если видите под ваш не потому что они впитывают урон без ульты на это наверно рекомендаем и так и чтобы они были сильнее сами пытаемся максимально много наносит пичек по башне это очень важная механика что типа башни как правило не регенятся в основном и нужно по ним всем и . вать чтобы они соседали когда-нибудь . команды так как всегда для них . идеи для позднего неплохо можно и поможем обычно потому что прича обычно припад не плюс 32 урона все довольно много то есть мы все время ты раскидывали на грехов дабы они больше урон впитывали вязать скелетиков это все микроконтроль это сейчас хорошая сторона не ставишь я хз как выиграть потому что реально старт такой что хер это очень хорошая игра но причем понимать что игры все разные начали бывать сложные бывают легкие но они все вот такие победные поэтому я просто говорю что вы даже думать как вы куда вам идти за процессами первое скилл просто отлично противника ну не механика реально сложно я думаю что герой в основном не для всех я вас не понял он не жал стран я не полонежал не слип ничего а потом просто бах и решил умереть убивать еще сделаю метку по сути а потом доделаю грешню медальку и все меня никто не другое но хотят выделяет нормально у нас все фармит сейчас всех много . лежал книжку сейчас съем мне не надо крипит в 30 очень плохие пока что мне очень везет в олегах где я брался стартом 4 урса и шоу процессу карты вот так и собрал четыре и просто берутся хотела нормально время играл время в дате очень много стоит цитата вот салу и батю интересно или нет здесь от манны мне кажется что-то было вот если этого припа пролючу то будет что-то убить в тёме манны да манны хватит я убью в токое часы отлично припа взять с замедлением но я возьму этого жирного сейчас пойдет что-то медуза лесу почему ты постоянно жалеешь я вот встречу ну типа я не знаю зачем тратить ультон саппорта дома погонял типа проблем не вижу никаких лучше типа даун он бегает саппортом на четвертой позиции хотя бы в хоран хотя бы в хоран побегал за мой мужик поздравляю могу вас поздравить вы побегали дальше прикольная механика что когда крипы бьют юнита под первым скилом потом они конечно бить другую цель они бьют в такой же большой скорость атаки тоже прикольный бус не зазмутать медузу манабер наверное давайте все башни сломаем теперь что сделаешь такое что идет те духа со старта причем вот на счет этих интерфиксов я не договорил очень часто бывает такое что когда вы играете в вас там залетает чайник и тимбер вас все ебут 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 важное правило если вас ебут то не ебут кого-то из ваших союзников получается что если вас нажали чайник он привлечет ваших крипов да вам не играть неприятно стало вы потеряли юнитов ну неприятно я понимаю это честно если играл так да всякий дать чайник где оставит но это нормально главное понимать что если вдруг вас нажимают то не нажимать ваш союзников если за вами бегать скажем саппорт на лайне бьет вас то не бьет вашего оффлейнера если бьют вашего кора то у вас есть возможность бить тоже то есть ну это нужно башки держать все время и думать про шмотки это сложный герой реально я записал я выложу я понимаю что он сложный капец но кому-то он зайдет кто-то чел который не знал с чего начать лечение теперь знает он знает лучших крипов он знает куда идти как играть насчет кого лучше брать по тебя берите ой берите героя либо с большой тычкой либо с уверенным станом типа кентавра стардара потому что когда ваш стан на линии играть очень просто я вообще сыграл бы на линии с уэркой от меня есть сильное замедление тоже довольно приятно да и член еще очень круто соло кушать у него просто юниты имеют тону демо и они все вносят очень много урона или футбол нашму чтобы вы все перемешали селеверку не смог все нам его идеально глупо ну пока командам дерется я подкушаю вообще в идеале было бы идти с ними и нажать там рядом потому что если я стал бы рядом увеличенный был бы хилл ну так и самого башни еще и барак побью сейчас понятно что если я был в драке я думаю в драку 0 бы выиграли нормально чем целый бэк с пушкой все вот прибыль не просто внешне башню сломать а потом там все так затянулось что я иду 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 и вот спешил умер да еще важно помнить про такую механику когда он замакшены первый скилл есть греженая медалька рошан падает за полсекунды парень же можно рошан выбить у меня медалька греженые точно очень много дамки важно помнить про такую механику у него у меня обычно они же стакаются да уже я раньше стакала сейчас не знаю да пробуем ты сюда ты это фуе оно на своего грибаки да отлично гоу да стакаются гоу на рошана парни очень без проблем его щас да надо шаблинку грузы белки семечко на ну ну сами тапаршан падает там все по первым силам тычки очень быстро летят вот тапаршан взял микросекунды падают ну даже на руны похуй уго просто амиду закончим похуй на баунте у меня есть мека ульт будут вот и сильные варчарка мы сейчас драку не проиграем никак пусть такой верный меня ультанет у драки ну я просто буду стоять рядом если она в кого-то из вас ультанет я дам медаль кое в меку поэтому не страшно можно даже под ультаверный встать ультавни у них нет ультавни у них нет ультавни ультавни старались отлично ну нормально ультавни поэтому счет работает у меня еще есть у меня еще пассивка прокачана третья ну транжи была пассивка у нас у всех увеличен эхпориген Убили моих хрифов, но при этом он потратил все ресурсы, чтобы убить моих хрифов. Он уничтожается очень быстро. Очень приятно с двумя хиллерами играть, это просто невероятно. Тренд с Чен, это жастко. Если минус на линии, таранту, наверное, тяжело, может быть и нет. Супер легкая игра, сами видите, что... У вас будут все такие игры, почти все, если вы будете каждую игру стараться достаточно. Талант 32, берем талант прокачиваем, 32 остается. Поэтому очень важно перепризывать крипов, когда вы их взяли талант на дополнительный урон от атак. Шизп соло выиграл эту. Не, на самом деле, по факту да. Я выиграл топ, я помог на других линиях, очень много накилил. И потом медаль... То есть Чен не всегда показывает количество урона, которое вносит. Он кидает медальку, первый скилл. Из-за этого увеличивает частоту ударов по определенному герою. Плюс уменьшает их армора. Плюс он бафает союзников хиллом. Такой, знаете, герой во всем хороший. Рано пушит, рано дерется. Выиграет линию. И в лаке еще полезно. Значит, какие лайт айтемы? Самый лучший лайт айтем это гоним. Пайп, грежная медалька. Мека. То есть, грифсы. И топ-2 это хекс-рефрешер. То есть, ты можешь хекс, рефреш, хекс. Ну, наверное, тут лучше... Юрочка. Юрочка. Ну и макака хорош. Но, в любом случае, мы великолепно отыграли. По урону в ИТД. Мы нанесли всего 10 тысяч урона. Но при этом мы выиграли линию. Мы очень сильно избили чела на медузе. Из-за этого у него 1-6. У него 5 тысяч дэмэджа. Тоже самое Дазла избили. У него 1-11. Двух героев мы просто выбросили из игры, когда играли. Причем, насчет выбросили из игры. Смотрите. Я беру чена. Я иду на линию. Я стою против... Кого я там стоял? Там был грим строк. И... Тут я играл пятеркой ченом, если что. Тестил. Но им тяжело очень играть пятеркой ченом. Тут я стоял против оффлейна Брю мастера и грима. То есть... Тоже... Смотрите, как я их вырубил. Тоже. Брю, грим. Обоих вырубил. Там Сларк пытался резать, но не получилось. Кого я еще вырубал? Вот. 45 минут игра. Я пришел на линию. Против кого я стоял там? Воид плюс абадон. Смотрите. Раз, два. Двух героев нет в игре. Минимальный дэмэдж на карте. Потом... То есть вы вырубаете одну из линий, когда приходите. У тебя на шармаке. См-200. Нет. Нет. В общем, ребят, я вам показал Чена. Надеюсь, он был полезен. Давно просили. Бристалбек еще готовится. Я пытаюсь его записать. Сыграл на нем тоже некоторое количество игр. Насчет стиля игры не хочу ничего спилерить. Сами видите. В общем, игра интересная. Герой сильный. Игра красивая. Всем спасибо за просмотр. Поставлю на рендер. И сегодня, то есть, 26 числа вечером залью. У вас Лукас. Если хотите больше саппортов видеть, то пишите. Обязательно запишу еще саппортов. Ну, Чен сам по себе мощнейший герой. Ладно, ребят. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok